Здравствуйте! В эфире «Точка доступа» – программа о том, что связывает людей о дорогах, транспорте и путешествиях. В студии Александр Ткаченко. И сегодня в нашей программе расскажем. Сколько средств выделил «Газпром» при Амуре на восстановление дорог, разбитых при строительстве силы Сибири? С какого числа можно будет улететь из Благовещенска в Красноярск прямым рейсом? И когда завершат благоустройство на затянувшихся перекопах областной столицы? Обо всем подробнее смотрите далее. Роскосмос начинает подготовку ко второму пуску с Восточного. Об этом 30 августа сообщил руководитель госкорпорации Игорь Комаров-Циолковска. Ранее стало известно, что в следующем году Роскосмос проведет два пуска с Амурского космодрома. В космос могут полететь спутники серии «Конопус» и аппарат «Метеор», пишет российская газета. По расчетам госкорпорации, через два года с космодрома будут проводиться от 6 до 8 запусков ракет. Благовещенск-Красноярск по такому маршруту авиакомпании «Ир-Айвен» начнет выполнять рейсы с 18 сентября. Летать самолеты будут по 19 марта. Амурские авиационные агентства уже начали продавать билеты на эти рейсы. Летать самолет будет раз в неделю по воскресеньям в 15.30 по местному времени. Прибытие в Красноярск в 17.00. Среднее время в пути составит около 3,5 часов. Полеты по маршруту будет осуществлять самолет ААГ-95. Вместимость воздушного судна – 93 пассажира. Стоимость авиабилета составит 15 200 рублей. Железнодорожное ЧП. На перегоне Завитая-Тюкан за Байкальской железной дороги с рельсов сошли 5 платформ с контейнерами, которые следовали в составе грузового поезда. Случилось это около часа ночи, 28 августа. В результате аварии был поврежден железнодорожный путь и приостановлено движение поездов. Оно было восстановлено уже к утру этого же дня. Проверку по факту аварии начала Свободненская транспортная прокуратура. Компания «Газпром» выделила при Амуре более 412 миллионов рублей на ремонт дорог, используемых при строительстве силы Сибири. Предоставление средств на восстановление трасс вдоль магистрального газопровода предусмотрено в рамках соглашения компании и регионального министерства транспорта. Деньги от «Газпрома» пойдут на реконструкцию дорог сразу в пяти районах – Магдагачинском, Благовещенском, Тынинском, Свободненском и Шимановском. В последнем, кстати, почти 150 миллионов потратят на техническое обслуживание автотрасс. На этой неделе дорожники заасфальтируют перекресток Ленина-Артиллерийская. Ну а на улице Изейской от Пушкина до Чайковского завершат благоустройство. Городские власти провели выездное совещание по местам дорожных работ. Наш корреспондент тоже побывал на ремонтируемых участках областного центра. Полностью участок артиллерийской от Краснофлотской до Зейской будет готов к октябрю. Отремонтировать коллектор коммунальщики успевают, хотя участок оказался сложным. Здесь проходит много различных коммуникаций, при этом сети сильно изношены. Некоторым уже 30-40 лет. Подрядчику пришлось менять ветхие коммуникации, чтобы система тепла и водоснабжения работала исправно. Поэтому мы предполагали, что возникнут проблемы с прохождением ливневой канализации, которая залегает, заложена на глубине более 4,5 метров. У нас возникнут проблемы с прокладкой. То есть нужно будет между другими коммуникациями проходить ливневым коллектором, для того, чтобы вывести этот коллектор на улицу Зейскую. Звук строительных работ радует слух, говорят чиновники. По улице Зейской начался финальный этап реконструкции. Сейчас работы идут на отрезки от новой до артиллерийской. Район не очень большой, но важный. 800 метров Зейской, они должны будут быть подготовлены для благоустройства на следующий год, потому как прежде чем класть асфальт, нужно сделать ливневую канализацию. Поэтому ливневая канализация планируется быть готовой в этом году, и на следующий год тогда уже при финансировании мы надеемся начинать именно с благоустройства уже и с этой стороны Зейской. На трудовой дорогу готовят к укладке асфальта. Здесь проложены все коммуникации, идет благоустройство. Рабочие ставят бордюры, ссыпают щебень. Эту улицу дорожники презентуют горожанам в сентябре. Здесь расширится на той стороне стоянка, добавится. Вот здесь должна была быть правоповоротная полоса, но она ущемляла вот эту стоянку. Мы с ГАИ пересогласовали. Стоянку сохраняем около центра торгового. А улицу, правоповоротную полосу, расширяем только на метр. А здесь, в Пазейской от Первомайской до Чайковского, работы идут с мая прошлого года. Специалисты заменили коммуникации, канализацию. В этом году ремонтировали ливневку и благоустраивали этот район. В итоге появились новые тротуары, светофоры, сотни парковочных мест. Доделать нужно всего квартал. Свободно транспорт пойдет по Зейской в этом районе уже на следующей неделе. Денис Сверденко, Андрей Цветков, Первый областной. Грибники в Забайкале нашли в лесу кучу писем. Причем некоторые отправлены были из Благовещенска. В конвертах справки из банков, больниц, судебные уведомления, письма родственникам и другие важные бумаги, которых так ждали в городе Могоча. О необычной находке в социальных сетях рассказал глава города Могоча Дмитрий Плюхин. Вся обнаруженная корреспонденция датирована июлем и августом. На гневный пост в интернете отреагировала Почта России. В настоящее время работница, допустившая грубое нарушение служебной дисциплины, уволена. Материалы расследования в отношении бывшего сотрудника переданы в правоохранительные органы. Найденные в лесу письма отправлены адресатом, сообщает пресс-служба учреждения. Шесть нерадивых родителей-водителей задержали амурские полицейские в ходе традиционной акции автокресла детям. Благовещенцы перевозили своих чад без специальных удерживающих устройств. Облаву на нарушителей устроили 26 августа в районе детских садов областной столицы, поскольку зачастую, отвозя ребенка в дошкольное учреждение, родители в тарапях пренебрегают безопасностью малышей. За 7 месяцев 2016 года на территории города Благовещенского и Благовещенского района произошло 59 ДТП с участием несовершеннолетних. Из них 31 происшествует с участием детей-пассажиров, в которых 40 маленьких пассажиров получили травмы. В пяти случаях родители не позаботились о безопасности детей и перевозили их с нарушениями. Госавтоинспекция напоминает водителям об обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Нарушение этих требований влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей на водителей транспортных средств, на должностных лиц 25 тысяч рублей, на юридических лиц 100 тысяч рублей. Но что это по сравнению с детской жизнью? На этом у меня все. Смотреть нашу программу вы теперь можете и в эфире информационного агентства «Город» и на ТВ-центре. Ну а пересматривать понравившиеся выпуски в социальных сетях, на страничке Первого областного канала, в Фейсбуке и Одноклассниках, а также на сайте amurobl.tv. Назвониться нам можно по номерам 777-201 и 773-445. Смотрите нас снова. Субтитры создавал DimaTorzok